здравствуйте еще раз в конце прошлого урока мы хотели настроить перемещение по кнопкам нашего меню с помощью пульта DVD но не успели этого сделать давайте сейчас этому быстренько научимся начнем прямо сначала для того чтобы вручную все настроить то есть перемещение с помощью пульта DVD по кнопкам меню мы должны выделить меню и попасть в свойства закладочку basic и снять галочку вот с этой строчки автоматическое перемещение по кнопкам и нажать вот эту кнопку которая называется Show Button Routing нажали появляются такие звездочки что они означают в середине мы видим номер кнопки то есть это у нас первая кнопка вторая третья четвертая а по бокам это те самые стрелочки которые находятся на пульте DVD либо Blu-ray диска то есть нажимая на правую стрелочку на пульте допустим вот на вот на этой кнопке находясь на этой кнопке мы попадаем на третью кнопку нажимая на нижнюю мы попадаем на вторую кнопку нажимая вот здесь на верхнюю попадая на первую и так далее но мы можем это изменить вручную то есть предположим смотрите вот находясь на первой кнопке нажимая на стрелочку вниз попадаем на вторую кнопку нас это устраивает здесь мы нажимаем на правую кнопку попадаем на третью устраивает на четвертую устраивает а здесь мы хотим нажав на правую кнопку попасть на первую кнопку мы хватаемся за правую стрелочку и тащим ее на первую кнопку все теперь мы видим что здесь написано цифра 1 то есть нажав на правую стрелочку на пульте мы попадаем на первую кнопку ну и также мы можем здесь немножко изменить допустим мы хотим нажать то попасть на вторую кнопку не только на нижнюю стрелку но и на верхнюю значит хватаемся за верхнюю стрелочку и тащим ее сюда все видите у нас здесь уже двоечка здесь двоечка здесь ну и так далее допустим 3 ну пускай будет тоже первое все мы настроили вручную передвижение по кнопкам меню с помощью пульта 9 снова нажимаем на эту кнопку чтобы скрыть эти стрелочки все с этим разобрались у нас еще осталось два пункта один из них это музыкальное сопровождение нашего меню потому что музыки здесь нету как можно посмотреть как будет работать меню очень просто но правда не полноценно пока еще наверху есть вот такая кнопочка вот который называется превью то есть предосмотр мы нажимаем на нее и смотрим начинается фильм но меню здесь нету правильно почему давайте выйдем отсюда потому что мы еще не успели настроить наш проект для dvd диска давайте настроим сразу наш проект потому что мы практически все сделали осталось только импортировать музыку и привязать ее к меню но это на настройки не повлияет вначале щелкаем по пустому полю в окне project щелкнули у нас появляются свойства диска здесь вот в этой стройке я не буду рассматривать всех все строчки потому что их большинство из них настраивать просто не нужно я только расскажу про те строчки где настройка нужна first play вещь такая важная вот как раз сейчас вот у нас first play это что chapter one то есть когда мы включить вставляем диск в dvd вот при этой настройке у нас сразу начинает играть chapter one то есть начало фильма а мы хотим чтобы у нас вначале появилось меню поэтому мы что делаем идем вот сюда меню наше и ставим дефолт теперь при вставке диска в dvd player мы изначально увидим меню давайте проверим пожалуйста все но ведь у нас тишина пока кстати и у нас подсвечена уже на первая кнопка как мы хотели то есть сразу нажав на enter вот он кстати наш такой виртуальный пульт вот кнопка title кнопка меню на пульте и вот на пульте нас вот стрелочки и внутри вот enter то есть как я говорил нажав на enter мы сразу попадаем на первый чептор то есть у нас самолет привязан к первому чептор давайте попробуем было изначально нажимаем и у нас пошел фильм сначала теперь чтобы попасть снова в меню мы нажимаем на кнопку меню снова попадаем меню мы помним что нажимая вот вниз сейчас мы попадаем на вторую кнопочку теперь нажимаем на правую кнопку три раза то есть попадаем на первую снова быть один раз попадаем на третью кнопку потом попадаем на четвертую еще раз нажимаем на правую стрелочку и попадаем на первую кнопку на самолет все получилось давайте выйдем отсюда пока временно дальше title button меню дефолт то есть здесь вот в этом окне то есть в свойствах диска мы должны поменять только два значения вот все play и title button давайте поставим title button не знаю пускай она останется как есть меню дефолт потому что толку нету потому что у нас нету здесь субтитров были субтитры мы привязали бы кнопку title на пульте к субтитрам дальше настраиваем еще два пункта это таймлинию и меню давайте таймлинию вначале нажимаем на таймлинию который называется мексика попадаем в свойства опять же таймлинии мексика здесь очень важный пункт and action то есть что будет делать диск когда закончится проигрывание таймлинии то есть всего нашего фильма вот таймлинии когда буду закончить что будет то ли он станет то ли он не знаю ляжет мы должны ему это дело указать ну что мы хотим допустим вот я обычно ставлю указываю диску чтобы он вернулся в меню меню дефолт то есть по окончании проигрывания всего фильма у нас снова появляется меню сейчас мы это не проверим это нужно смотреть уже когда диск будет готов или надо смотреть целиком весь фильм сейчас включать превью и смотреть целиком весь фильм так дальше and action поставили и меню ремонт то есть управление как бы меню с пульта мы тоже оставляем либо возвращ возвращение в последнее меню ну или я обычно ставлю снова меню дефолт уж не промажем хотя конечно можно экспериментировать у вас есть какие-то пожелания допустим вы у вас какие-то мысли по этому поводу поэтому свои вкуса и не навязывая то есть я делаю так как я делаю а вы будете делать как вы захотите здесь все больше ничего трогать не надо теперь выделяем меню входим в свойства меню здесь у нас аж три закладки сразу говорю последняя закладка это поп-ап меню всплывающее меню для blu-ray дисков у нас диск dvd то есть поп-ап меню на blu-ray диска можно делать а можно не делать но разумеется я очень давно их делал потому что blu-ray диск я уже пишу почти четыре года так basic закладочка на свойства меню закладка basic здесь нужно снова у нас обязательно поставить что будет происходить когда закончится меню я думаю пускай меню крутится по кругу то есть допустим если человек не успеет выбрать какой нужен пункт ему какая нужна кнопочка пускай смотрит меню тем более она у нас будет с музыкой так снова идем выпадающий список меню дефолт конечно мы можем сделать так меню проигрывается и сразу начинается фильм для этого мы идем в нашу секвенцию и ставим chapter one конечно можем поставить chapter 3 то есть закончат проигрывается меню и сразу начинается проигрывание с третьего чептера или с третьей главы давайте оставим первый чептер кстати можем подождать сейчас просто ради интереса проверим потому что вот у меня лично на разных 9 плеерах по разному ведет себя это меню то есть зависит все не только от того как сделано здесь все а еще от железок на которых мы проигрываем наши диски and action так мы поставили chapter 1 все здесь калочку мы сняли у нас на 9 стоит все правильно все в этой закладке мы все сделали теперь очень важно закладочка motion вот здесь мы должны поставить сюда звук потому что видео у нас не стоит видео которое называется вот beach menu вот она ntc beach menu white а звука нету давайте импортируем сюда какой-то звук то есть музыку щелком два раза по полю либо идем файл импорт с ассет либо нажимаем control ай нажимаем ассет и загружаем какую-то музыку давайте я сейчас москву вот у меня музыка из папочка такая вот давайте вот эту песенку загрузим все вот она появилась эта песня теперь ведь у нас немножко сбилась снова нажимаем меню идем закладочку motion уже здесь и хватаемся вот за эту пружину схватились держим мышку и тащим ее на нашу музыку вот видите музыка выделяется отпускаем мышку и музыку на здесь уже стоит все отлично давайте-ка сделаем отмену кое-что забыл так вот так отмена посмотрим на длительность duration меню она по умолчанию нас 29 ну 30 секунд потому что нас формат нтс если было бы у нас формат пал то здесь было бы 2924 кадра они 29 это ладно у нас 29 секунду ну практически 30 кадров теперь давайте снова поставим музыку хватаемся за пружину ставим вот так вот у нас длительность поменялось то есть длительность теперь у нас по музыке что если мы ничего не изменим здесь что у нас произойдет меню проиграется и практически сколько 2 минус 30 секунд 2 минуты 2 минуты 25 секунд у нас будет здесь черное видео а музыка будет играть поэтому давайте лучше обрежем музыку и пускай у нас будет видео с музыкой по кругу если нас будет идти меню предположим если мы сделаем что у нас будет идти меню по кругу давайте сделаем как было то есть ну я думаю можно даже сделать так сколько у нас было 2929 до давайте так сделаем все получилось то есть я забил 2929 и у нас получилась длительность по умолчанию как было раньше так loop point а еще чуть пол не забыл ставим обязательно галочку animate buttons то есть если мы конечно хотим чтобы у нас видео в кнопках то есть двигалась то есть здесь было видео они стоп кадры обязательно ставим эту галочку loop point нам без ничего не делаем а здесь написано loop то есть проигрывание по кругу здесь мы можем выбрать два раза допустим два раза проиграется до сейчас и остановится но мы хотим чтобы у нас проигрывалась постоянно хотя мы поставили дали команду нашему диску что после проигрывания меню у нас сразу будет играть первый чептер кстати мы это сейчас проверим на самом деле все на этом мы все закончили поп-ап мы делать не будем разумеется потому что у нас 9 диска не блюрей ну и все в принципе все настройки мы сделали давайте теперь включим превью и посмотрим уже у нас играет музыка отлично теперь нажимаем не знаю на enter попадаем сразу начала фильма да давайте снова вернемся меню нажмем на нижнюю стрелочку отлично на правую на правую на правую на правую все работает отлично и давайте теперь 30 секунд подождем и посмотрим что будет после окончания меню у нас должен начаться фильм давайте подождем 30 секунд подождем и не работает у нас меню идет по кругу давайте вернемся вернемся и еще раз посмотрим вызываем нажимаем на меню и basic and action chapter 1 а у нас он не работает вот так вот а почему то происходит почему непонятно and action chapter 1 ну вот так вот не знаю не знаю почему то есть якобы в этом плане уже бессилен может у вас получится может у меня какой-то глюк с программой но даже в принципе если у нас меню идет по кругу тоже неплохо пускай будет выбрав любой пункт там любой главу вы будете просматривать нужно вам видео все но еще такой один момент то есть мы просматривали меню а видео здесь стоит не играет почему потому что чтобы посмотреть вот сейчас прям вот в инкоре анимированное меню мы должны его прочитать мы идем вот файл рендер motion меню нажимаем и ждем какое-то время можем нажать можем нажать на эту галочку чтобы меню начало сразу проигрываться после окончания рендеринга ну на это уйдет какое-то время давайте тоже подождем так мы видим что кнопки у нас теперь анимированы почему у нас горела четвертая кнопочка потому что у меня здесь находился курсор мыши только из-за этого так конечно вот ведь я просто вожу я даже не нажимаю просто вожу навожу курсор мыши и у меня видите к сожалению не хочет меню перескакивать на начало фильма но возможно что на готовом диске все это получится надо записать и посмотреть что будет так ну все меню в принципе готово то есть теперь мы должны сделать последние настройки закладки build потому что я вам все буквально же разжевал по настройке меню до вывода на диск значит мы идем в закладки но вот не должна быть закладка build и здесь нету ну не беда давайте вернемся снова в рабочую область по умолчанию то есть window workspace рабочую область дефолт и теперь закладочка это появилась вот на build в принципе все осталось на месте вот он наш монитор все то же самое то есть ничего не сломалось не испортилось просто изменился интерфейс рабочего стола программы энкор нажимаем build и вот здесь мы делаем последние настроечки давайте с начнем сверху формат блюрей у нас форма 9 выбираем dvd и сразу же смотрим а вот путь выходку что мы хотим 9 фолдер нет нам нужен диск вот он две диска выбираем либо можно 9 и мечтам ну честно говоря ни разу этого не делал я всегда выбираю 9 диск дальше здесь мы ничего не трогаем не трогаем так вот здесь выбираем рекордер то есть наш dvd плеер который разумеется умеет записывать диски но сейчас я думаю все рекордеры записывают диски если вдруг у вас там там два рекордера то мы выбираем у меня есть один насос если два вы выбираете тот на который хотите записать но конечно же прежде всего нужно вставить диск дисковод обязательно и возможно даже нажать refresh то есть обновить если вдруг у вас здесь right speed написано другая но ведь у меня диск не стоит поэтому и right speed написан давайте сейчас все таки вставлю диск чтобы было ясно давайте так вот сюда вот я вставляю пустой диск dvd и сейчас посмотрим что получится какое-то время он будет загружаться видите пока скорость записи не меняется нажимаем refresh то есть обновить и смотрим вот скорость записи поменялась обычно я выбираю минимальную скорость записи если у меня время позволяет ну для того чтобы не было каких-то нюансов или глюков знаете вот пусть будет помедленнее все писаться потому что качество лично для меня это на первом месте они скорость здесь мы указываем количество копий сколько вам нужно копий но если допустим мне нужно 20-30 копий то я здесь пишу одну копию а потом просто через алкоголик либо через нэр на обычный алкоголик я копирую диски дальше здесь ничего не надо здесь все ничего ничего не трогаем вот здесь мы пишем название где она отразится она отразится только в случае если вы вставляете диск в в компьютер и нажимаете мой компьютер и там видите ваш диск с этим названием давайте напишем мексика вот так на мексика все здесь ничего не трогаем ничего не делаем у нас видео очень маленькая поэтому это вот общая длина диска а это то что будет записано всего-то 345 мегабайт из 4 а и 4 35 свободно отлично вроде все нет не все теперь должны проверить проект нет ли у нас ошибок нажимаем кнопочку check project то есть проверить так и нажимаем пускайте все галочки стоят у вас нажимаем на старт и если у нас есть проблемы какие-то но я думаю нас их нету то они должны появиться вот в этом поле нажимаем проблем нету какие проблемы могут появиться давайте вернемся в окно project щелкнем по пустому полю и где у нас first play ну просто допустим мы забыли поставить сюда chapter какой там у нас меню default давайте поставим делить до нас как было раньше и возвращаемся закладку build и теперь давайте проверим вот пожалуйста у нас там там линия мексика first play not set то есть мы не указали что должно играться в начале то есть что меню или таймлиния так давайте вернем сюда вернемся щелкнем по пустому полю выбираем меню возвращаемся сюда чек project старт все нормально вот примерно я вам так объяснил какие ошибки могут выскакивать но эту кнопку надо нажимать обязательно все теперь нажав на опять же кнопку build у нас пойдет запись диска то есть не просчет потому что мы уже эти файлы просчитали если мы сюда импортировали вам таймлинию это мы сделаем в следующем уроке из премьера то в начале бы энкодер просчитал бы видео то есть он бы сделал то же самое что у нас сделал энкодер с этими файлами вот эти файлы нас источники dvd звук источники dvd видео то есть у нас энкодер эти файлы уже просчитал поэтому сейчас пойдет просто запись диска это то здесь получится у нас вот в этом случае буквально за какие-то минуты ну вот на этом получается все кнопку нажимать не нам не буду потому что мне честно говоря вот это записывать на диск не хочется я кажется вам все разжевал очень подробно и эти знания вполне хватит чтобы вы могли записать хороший грамотный диск с меню без ошибок опять же экспериментируйте можно же делать и по-другому как-то у нас работа творческая все до свидания до встречи в следующем уроке в следующем уроке мы запишем blu-ray диск без меню правда урок будет маленький и он будет скорее всего последний в этом курсе